Шарарама Вечеринки было очень популярно среди игроков. Даже до появления локации крупных кварталов и самих клубов жители Шарарама весьма успешно проводили тусовки в своих домиках. Это было очень популярно в 2009-2010 годах. Тогда иметь огромный красиво обустроенный домик было в почете, из-за чего игроки часто покупали Шарарам карты, подарком к которым были эти самые домики. Разработчики игры знали об ажиотаже вокруг массовых скоплений смешариков в домиках и осенью 2010 года решили создать совершенно новую систему локаций для проведения вечеринок, а именно систему клубов. Вместе с этим 10 октября 2010 года после обновления в игре появилась локация Сити, а в ней находилась корпорация клубов. Стало известно, что корпорацией клубов заведовал эксцентричный бизнесмен и богат Шарарама Босс Бобосс. Теперь каждый смешарик, который приобрел карту Босс, мог вести клубный бизнес и зарабатывать на этом смешинки. Также появился каталог клубные новости для дизайна интерьера клуба, каталог яркий праздник для покупки шоу для клуба, меню еды для кафе и многое другое. Интересно, что на момент появления клубов цену на вход в клубы и на еду можно было поднять вплоть до 100 тысяч смешинок. На данный момент из-за того, что некоторые смешарики проводили нечестные манипуляции со смешинками, цены выше 100 смешинок поставить невозможно. Однако у тех, кто с того времени не менял цены на вход и еду, они остались такими же. В 2011 году у клубов появился рейтинг. Каждому клубу выставляется рейтинг из пяти звезд. Такая оценка, по сути, определяет, насколько хорошо хозяин клуба вложился в его оформление. Проблема заключается в том, что список лучших клубов Шарарама и по сей день составляется автоматически на основе дат регистрации владельцев клубов. В июле 2011 года, через месяц после нашумевшего фестиваля Диджей Лето, в подарок карте Босс появился Диджей Пульт, который можно было поставить как сцену в своем клубе. Каждый посетитель мог сыграть в игру Супер Диджей за определенную плату, установленную владельцем клуба. Зеленые очки жалюзи за это, конечно, не давали, но все равно было приятно. Увы, 29 апреля 2015 года локация Корпорация Клубов была удалена, а на замену ей пришла новая локация Клубный Квартал. Скорее всего, это произошло из-за непопулярности. Интересно, что даже после удаления локация Корпорация Клубов и до сих пор время от времени фигурирует в миссиях от штаба, как, например, в миссии Загадочные Пожары. Тем не менее, клубная жизнь смешариков не пошла на спад после удаления Корпорации Клубов. Игроки и сейчас довольно активно ведут клубный бизнес и зарабатывают на этом состоянии. А как часто вы, дорогие зрители, посещаете клубы Шарарама? Напишите об этом в комментариях. Ну а на этом видео об истории развития клубной сферы в Шарараме подходит к концу. Надеемся, что вам было интересно узнать много нового. А также, если вы хотите снова попытать свою удачу, принимайте участие в конкурсе в нашей официальной группе во ВКонтакте. Главный приз розыгрыша – прическа «Озорные кисточки». Прочитать условия конкурса и принять в нем участие вы можете под постом в группе во ВКонтакте. Ссылка скоро появится в комментариях. Если вам понравилось это видео, поддержите нас лайком и подпиской. Всем спасибо за просмотр. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!